МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лохматые и голые, кудрявые и гладкошерстные, гигантские и размером с дамскую сумочку. Все до единого обаятельные и достойные высоких наград. Но чемпионами становятся единицы. Как выбирают звезд первой величины и какой ценой достается победа? Прямо сейчас расскажут самые титулованные представители пород. Псы из высшего общества проведут за кулисы праздника красоты и раскроют все секреты ярмарки тщеславия. Когда Чак Норрис выходит на дорогу, машины смотрят по сторонам. Чак Норрис настолько крут, что завел себе человека. Давай, вперед, вперед, вперед. Молодец, молодец, хорошо, давай. Ай, молодец, хорошо. В общем, чем бы ни занимался Чак Норрис, он делает это круто. Стандартная базовая разминочка утром. Разгуливаем кровь по организму, закаляем характер, тело, дух, иммунитет укрепляем. В питомнике бульдогов Чак на особом положении. Как-никак представитель редкой для России породы. Это у нас кобель староанглийского бульдога, ему полтора года. Завезен из американского питомника Хьюстон, штат Техас. Поскольку у нас их еще небольшое количество в стране, я как бы присматривал, подыскивал себе представителей из других стран. Староанглийский бульдог – тот редкий случай, когда ремейк оказался лучше оригинала. Как порода бульдог сформировался благодаря излюбленному развлечению англичан – травле быков. На протяжении веков для боев отбирали самых бесстрашных и агрессивных бычьих собак. Но в середине 19-го столетия закон положил конец кровавой забаве. Старотипный английский бульдог остался неудел и постепенно исчез как вид. Отдельные экземпляры разошлись по свету и были скрещены с другими породами. Так появились питбули, бурбули, американские, французские и коренастые английские бульдоги. А в середине 20-го века заводчики решили вернуться к истокам и возродить забытую породу. Бралось только лучше представителей других пород, близких к типу, чтобы в дальнейшем не было проблем по здоровью, по анатомии, включая еще умственные способности. Повернуть время вспять решил американец Дэвид Левитт. В качестве наглядного примера взял картины, гравюры, книги и статуэтки бульдогов 17-19 веков. В качестве исходных пород – псов, которые несли в себе кровь староанглийских бульдогов. Мое мнение, что это золотая середина. То есть это не американские габариты его большие, не французский бульдог, то есть совсем маленький комнатный чебурашка, и не английский бульдог, современный, которого все мы знаем на сегодняшний день. Заново созданный англичанин полностью оправдал возлагаемые надежды. Он возродил в себе лучшие качества своих предков, а агрессивность сменил на дружелюбный нрав. Порода сильная, но при этом уравновешенная, очень ориентирована на человека. Люди, имеющие детей в семье, могут не бояться брать такую породу. Игры с детьми будут безопасными. Данный вариант – это такой мини-вариант американского бульдога, и при этом характер англичанина. То есть присутствует некая такая все-таки аристократия, интеллигентность какая-то. В этой собаке реализовалась некая мечта. Интрига. Будущая невеста Чака. Но неромантический повод привел юную особу в гости к рельефному красавцу. У обоих на носу крупная выставка. Поэтому сегодня вместо свидания у парочки совместная тренировка. Такого поворота Тюша не ожидала. Тюша, ко мне иди сюда. Сейчас мы как бы изобразим стоечку. Чтобы как бы выставляться на выставке в ринге перед экспертом, нужно, естественно, хендлинг, который здесь немножко отсутствует. Хендлер – очень важная персона в ринге. Хороший хендлер, как хороший продавец, который демонстрирует товарный вид собаки. Бывает, что собака отличная, а хендлер плохой. И судья не может оценить собаку, потому что хендлер не может правильно поставить ее в стойку и показать достоинство. Иногда я прошу собаку пройти вперед-назад, чтобы посмотреть движение. Но хендлер губит всю ее красоту. Основная задача – научить бульдога красиво двигаться на рысе. По команде собака должна принимать выставочную стойку и находиться в статичном положении столько, сколько потребует эксперт. Чтобы выставлять собаку в ринге на выставках и делать это как можно правильнее, надо собакой заниматься. На первой выставке она очень-очень потрясла. Я был просто поражен тем, как она участвовала. Она практически как профессионал выглядела. Но не стоит ожидать от староанглийского бульдога послушания и стабильности овчарки. Коренастые атлеты вдумчивы и самостоятельны. Их мнение переменчиво и может не совпадать с хозяйским. Поэтому выставочные навыки надо оттачивать настойчиво и регулярно. На выполнение каких-то команд у нее она себе дает возможность некоторое время обдумать. То есть как бы нужно, не нужно это делать. Но все равно она исполнительная. Как бы нужно проявлять некое терпение и настойчивость для того, чтобы добиться желаемого результата. На данном этапе развития породы бульдоги внешне могут сильно отличаться. Поэтому как заводчику Александру интересно узнать, кто из сладкой парочки больше приглянется экспертом. Интрига, она может, например, больше понравиться европейским судьям. Вот, потому что в Европе, судя по-своему, они любят более там по суше. Эксперты из Америки, например, они любят более заниженных, мощных, крупных собак. Возможно, да, им чаки могут понравиться. Оба конкурента убеждены в своей неотразимости. Хозяевам остается только привлечь внимание к достоинствам, а недостатки постараться скрыть. Для этого стандарт породы надо знать не хуже эксперты. Когда две собаки стоят в ринге, выиграет та, что подходит по стандарту. Я не могу отдать предпочтение животному, которое мне больше понравилось, потому что мое личное восприятие не может влиять на прописанный стандарт породы. Стойка – это лицо собаки. Поставив лапы по определенным точкам, хендлер может растянуть корпус или сделать его короче. Все зависит от желаемого результата. Чаку не надо даже подсказывать. Пес сам готов демонстрировать всему миру атлетическое сложение и широкую грудь. Лапы на ширине плеч, перипередникулярно, чтобы эксперт увидел грудь, глубину груди, ширину груди. Постав передних конечностей и постав задних конечностей тоже. Стоечка прямая, задние лапы чуть-чуть немного отведены назад. А вот интриги стоит больше времени уделять физическим нагрузкам, чтобы соответствовать будущему избраннику. Почаще играй, чтобы задние конечности развивались, особенно в скакалке, вот эти суставы задние. Давай-давай-давай-давай, Чаки тяни давай. Забери, Чаки, забери. Бульдоги обожают хватать и тянуть, поэтому чем больше активности будет на улице, тем меньше разрушений дома. Она у нас от скуки погрызла два поручня на диване. И в дребезги разодрала все тапки. Прям вообще в хлам. Там были маленькие кусочки, то есть даже пазл нельзя было собрать. Для физического развития и эмоциональной разрядки подойдет любая дисциплина, где можно проявить активность и бульдожью настойчивость. Например, одной из спортивных дисциплин для собак называется докпуллинг. Это перетягивание канатом двух собак. Здесь развивается, во-первых, челюсть, передние конечности, задние конечности, да и спины и мышцы включительно. Естественно, собака физически разряжается. Вдобавок, совместные игры прокачивают социальное поведение и тренируют лояльное отношение к собратьям. На выставке толерантность превыше всего. Агрессоров могут запросто снять с мероприятия. В отличие от английского бульдога, староанглийский не имеет проблем с дыханием и может наслаждаться активным отдыхом без ограничений. Если обратить внимание на морду, она тоже не совсем забульдожена, как бы забульдожена, потому что это естественный бульдог, но не до такого состояния, чтобы прям невозможно было дышать или задыхаться в жаркую погоду. Единственное, о чем стоит помнить, до 10 месяцев щенкам не стоит перегружать челюсть, дабы не испортить прикус. Физическая подготовка к бульдогам нужна обязательно. Здоровый бульдог – это красивый бульдог, а красивый бульдог – это всегда радость владельца. Решающий день настал. На наших шоу всегда есть иностранные эксперты. Все-таки люди эти знают толк в породе. И, конечно, хотелось бы, чтобы именно олд индейш бульдоги были оценены по достоинству, потому что сейчас их путь, условно говоря, начинается снова. Сегодня четвероногой парочке на время придется забыть о романтических настроениях и превратиться в конкурентов. Наконец, хозяева выяснят, какой тип сейчас в тренде и что ближе к экспертам. Мужество или изящество? Да, победит сильнейший. За неделю подготовки интрига подтянула выставочную стойку и теперь в самопрезентации может поспорить с опытным женихом. Она очень позитивно настроена. И я думаю, что ничто нам не помешает выступить корректно, правильно, красиво. Оба соперника трижды выходили в ринг. Зарубежные эксперты придирчиво оценивали стати и выносили вердикты. В итоге в негласном состязании двух бульдогов победил Чак Норрис. Мы будем работать. Собачка довольна, счастлива. И я думаю, что в перспективе у нас есть шансы завоевать один из этих замечательных кубков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова